Всем доброго времени суток! С вами SilentMashica, и сегодня у меня для вас новости на 14 число 5 месяца 2019 года. И давайте же посмотрим, что у нас такого интересненького произошло. Во-первых, наконец-то была объявлена дата окончания первого сезона Ночной Волны, поэтому больше мы не будем жить в страхе неизведанного, а случится всё это дело 20 мая в 3 часа ночи по МСК, то есть в тот самый момент, когда был бы следующий еженедельный сброс Ночной Волны. Текущие деяния Ночной Волны являются последними для сезона, также разработчики советуют потратить всё доверие Волка, которое может быть у нас на руках, так как это доверие применимо только в течение сезона Волка Сатурна 6. Правда здесь не совсем понятно, пропадёт ли доверие Волка, или оно будет применимо к случаям, когда этот сезон вернётся, но в любом случае потратить можно. Было ещё упомянуто, что второй сезон последует не сразу, после окончания первого, потому будет некоторое время простое. Сколько времени этот просто продлится неизвестно, но скорее всего неделю. Среди причин создания данного простоя, это во-первых необходимость синхронизации платформ, и во-вторых ДЕ думают, что подобный простой пойдёт на пользу людям. Надеюсь они правы. Ещё разрабы напомнили, что Волк не пропадёт как полевой босс, и он будет появляться и дальше. Ещё разрабы писали раньше, что можно будет покупать маяк, чтобы призвать Волка Сатурна 6, поэтому тут проблем быть не должно. Ещё на удивление, большое количество игроков стали жаловаться на деяние с поляризацией и на деяние с украшением модулярного оружия. Мол, это несколько тяжко для новичков, поэтому чёрт его знает, если у вас есть проблемы, пишите в комментах, я как-то без проблем за этим вещами занимаюсь. Хотя украшение модулярного оружия действительно не совсем прям так, чтобы можно быстренько сделать. Далее по новостям, это в грядущем обновлении завезут функцию, полезную для людей, которые по своей глупости продали квестовые награды по типу чертежа фрейма и не могут получить обратно. Теперь у Симмериса можно будет выкупить эти награды за репутацию, на скрине видны при этом не все награды, поэтому не орите, что там нету лимбы, либо донаты, надеюсь это добавили, но не переживайте, если вы чего-то не видите. Ещё разрабы упомянули, что не будут делать процесс получения этих предметов проще, так как это уменьшит покупки фреймов в магазине за платину и соответственно доход от игры. Также ещё видны там парочка украшений а-ля терминала Симмериса, напоминающие сами по себе фигурки, поэтому можно будет этими вещами затариться. Неплохое нововведение на самом деле, да и из саппортов несколько груз спадёт, поэтому приветствуется. Ещё показали обновлённый экран эвакуации с бесконечной миссией. Функционал по факту тот же, но выглядеть это дело стало получше, да и все полученные награды видны в ряд. Завести это тоже должны с грядущей обновой. И последний кусочек новостей, это прошёл стримчанский Xbox One and One от Дэшников, и они упомянули, что следующий понедельник будет выходным в Канаде и соответственно выходным для студии. Некий день Виктории, национальный праздник. Также было упомянуто, что дэвстрим на этой неделе может случиться, но зависит всё от того, когда выйдет обнова. К примеру, если обнова выйдет в пятницу, то дэвстрима скорее всего не будет, так как разрабы будут следить за багами, выпускать футфиксы и прочее, прочее, прочее. Ещё всквозь были упомянуты скины Кубру и Кавата с старого конкурса, когда настоящих животных немного отфотошопили и потом выбирали победителей и сказали разрабы, что завезут скины этих животных в игру. Поэтому возможно, что с этой обновой наконец-то настало время эти скины увидеть. Также было упомянуто опять разрабами, что обычно они стремятся выпускать обновы в среду, поэтому выход обновы сегодня очень и очень маловероятен. Поэтому будем ждать уже приблизительно завтрашнего дня и надеяться, что хотя бы на этой неделе обнова выйдет. От меня же уже совсем всё, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока!